Уважаемые товарищи, с решающим голосом, поднимите мандат, пожалуйста. У нас на рассмотрении второй вопрос о представительстве интересов работников при ведении коллективных переговоров. Второй вопрос о повестке дня. Я Калевит Валентин Владимирович, сопредседатель РПЗ, сопредседатель Российского комитета рабочих. Я Калевит Валентин Владимирович, электромонтер Саровской генерирующей компании. Ну, что хотелось бы сказать по данному вопросу. Мы не зря, как бы, этот вопрос, эта формулировка данного вопроса начинается о представительстве интересов. Для, не раз уже было сказано, чтобы представлять свой интерес, нужно его в первую очередь осознать. Сегодня мы видим, что осознание своих интересов в трудовых коллективах, оно появляется, что проблемы у работников разных сфер и на всей территории нашей необъятной Родины одни и те же, что эти проблемы остаются на сегодняшний день нерешенными. И для того, чтобы эти вопросы решать, для того, чтобы свои интересы отстаивать, мы рекомендуем создавать профсоюзные организации, мы рекомендуем создавать инициативные группы, которые, надеемся, в последующем будут переходить уже в профсоюзные организации и бороться за интересы и защиту прав трудящихся у себя на предприятии. Значит, в первую очередь, что необходимо для того, чтобы представлять свои интересы? Ну, в первую очередь, необходимо, наверное, организоваться, потому что те хотелки, которые, как говорят работодатели, имеют место быть в своих коллективах, это только ваши хотелки. То есть, когда, извините, вы неорганизованы, оно действительно так и выглядит. Мы отмечали неоднократно, что организация может появиться именно в тот момент, когда актив сформулирует несколько тех острых вопросов, которые необходимо решать на предприятии, а потом, значит, определившись с этими вопросами, что необходимо делать. Значит, если это идет работа над проектом коллективного договора или работа над проектом изменений коллективному договору, необходимо, после того, как эта работа будет проделана, необходимо обратиться в коллектив. Для чего это нужно? Для того, чтобы коллектив, кто еще не понял, прочитал, уяснил, что хочет, значит, продвигать и чего хочет добиваться тот или иной представитель трудового коллектива. Все прекрасно знают, что высшим органом воли трудового коллектива является конференция. И, наверное, ни для кого не секрет, что на сегодняшний день на крупном предприятии собрать это действие, которое называется конференция, не так просто, не так просто, тем более провести ее так, чтобы эта конференция была проведена в интересах работников. Значит, момент, как я уже сказал, обращенный к согласованию тех или иных норм, которые вы хотите продвигать, должен быть обращен к поддержке непосредственно трудового коллектива. Значит, актив должен сделать выписку, выжимку из своего основного документа и уже непосредственно на местах, под протоколы, как вот до этого товарищ говорил, да, под протоколы фиксировать поддержку этих инициатив, чтобы в дальнейшем уже пользоваться этими документами. Значит, какая ситуация здесь может получиться? Когда профсоюзная организация на сегодняшний день не набрала больше половины, как говорится в трудовом законодательстве, больше половины представителей коллектива, как им вести эту работу? Значит, есть такой момент, когда организация активна, но численность ее невелика. То есть, мы что делаем? Мы пишем доверенность и собираем доверенности на представление интересов именно той профсоюзной организации, которая эту инициативу проявляет. Значит, может быть, какая еще ситуация? Что на предприятии может быть несколько, не один, а несколько профсоюзов. Здесь могут члены того профсоюза, которые ведут инициативную работу, обратясь к другим членам профсоюза, получить также от них доверенности. И мы это проделывали, и люди успешно, в общем, отдавали нам право, чтобы мы представляли их интересы. Кому интересно, я в дальнейшем могу, как бы, бланк этих доверенностей передать, чтобы в дальнейшем вы могли использовать эту норму у себя на предприятии. Вот, значит, получили доверенности, но юридические службы работодателя могут, значит, все равно задавать вопросы, на каких основаниях, законных, незаконных, вы представляете интерес. То есть, по-любому будут направлены в адрес профсоюзной организации документы, на которые нужно будет ответить, что мы такая-то, такая-то организация, действуем в порядке программы и устава нашей организации, то есть, тем самым подкрепляем свою инициативу, да. Но, как я уже ранее сказал, организаций может быть несколько, и эти организации, ни одна, ни вторая, тоже могут не представлять, даже объединившись, могут не представлять большую половину работников, да. Вот в этом случае тоже помогут, как бы, доверенности. Если вот в нашем случае мы двумя организациями представляли половину работников, да, и пришлось, значит, нам что сделать, создать орган, который, представительный орган от работников, который будет вести вот именно эту деятельность в защите интересов работников в ведении коллективных переговоров. Значит, коллективный, ну, кто знаком, кто не знаком, то есть, вся эта процедура, опять же, мы обращаемся к Трудовому кодексу, опять же, каждый раз мы напоминаем о том, что настольной книгой работников все-таки должен быть Трудовой кодекс, не зная норм трудового права сегодня, очень сложно как-то защищать свои интересы, потому что, когда элементарные права прописаны в Трудовом кодексе, а работник этих прав своих не знает, ну, сложно ему что-то объяснять, да, и человек, который уже знает свои права и обязанности согласно законодательству, он уже будет чувствовать себя уверенно, его сложнее будет обмануть каких-то вопросов, я все-таки рекомендовал бы начать работу именно с изучения, с штудирования не только тех нормативных актов, которые приняты у вас на предприятии, но и непосредственно с Трудового кодекса. Все эти нормы о ведении коллективных переговоров, они четко прописаны законодательно, и это право работников и обязанность работодателя участвовать в коллективных переговорах. Отказ от участия работодателя в коллективных переговорах, как бы преследуется законом, но ответственность его не слишком велика, потому что мы знаем на сегодняшний день, что экономическое состояние собственников производства гораздо для них важнее, чем заплатить по закону, по-моему, 50 тысяч, если законодательство не изменилось, то есть 50 тысяч за отказ от переговоров. Ну, вы сами понимаете, что для любого работодателя, который все ставит на то, чтобы получить максимальную прибыль, легче заплатить даже, может быть, этот штраф, чем вести переговоры. У нас организация относится к госкорпорации Росатом, неважно там в каком дивизионе она находится, но есть корпоративные, значит, документы, которые обязывают работодателя иметь коллективный договор. Вот немножко отступлю, перейду точнее к содержанию, то есть если не проводить интерес работников, как он может быть начинен? Вся структура, опять же, прописана трудовым законодательством, и работодатель для своей отчетности может просто поставить галочку, что он действительно ведет переговоры с работниками, тем более, когда есть карманные профсоюзы, это очень просто. Распечатали, начинили его тем же содержанием, что и в Трудовом кодексе. Набрался небольшой такой документик, с обоих сторон его подписали, они же партнеры же все-таки, да? И все, и, казалось бы, коллективный договор существует. Но есть острые моменты, и специфика организаций настолько разная, что то, что есть, к примеру, у нас на станции, может быть и на другой станции такая же специфика. А где-то этих вопросов, вот эти тонкости непосредственные, которые нельзя обобщить, да? Вот уже непосредственно та инициативная группа, которая будет заниматься разработкой проекта коллективного договора, должна учитывать и должна за это бороться. Значит, мы постепенно подошли к тому, что собирается комиссия, издается приказ по предприятию, и комиссия, как бы, из двух половин состоит. Это представители работы дателя и представители работников. Вот. Как формируется комиссия работы дателя, вас это, как бы, не интересует. Это рабочие моменты работы дателя. Как правило, туда входит, значит, управленческий состав, плюс юридическая группа, бухгалтерия, ну, то есть, экономическая группа, да? Ну, и, скорее всего, представители тех, начальники тех подразделений, как правило, тех подразделений, откуда есть представители со стороны работников. То есть, для чего это делается? Для того. Вот я работаю в электрическом цехе, и, соответственно, работодатель может включить в комиссию свою начальника электрического цеха, для того, чтобы ввести давление на представителей тех цехов, которые будут в комиссии со стороны работников. Значит, что делает комиссия со стороны работников? Ну, в первую очередь, наверное, я убежден в этом, что должны быть люди в той комиссии те, которые, ну, незыблемо будут действовать, именно служить интересу работников, да? И продвигать эти интересы, и за них бороться. Вот. Потому что не придя к единому мнению и не выработав единое решение, добиваться чего-то будет очень сложно. То есть, если мы изначально не добьемся какого-то единства у себя в комиссии, то представьте, как сложно будет бороться с работодателем, не придя к одному мнению у себя, да? А нам еще выходить, бороться дальше за какие-то интересы представлены. Вот. Значит, сформировалась комиссия, издан приказ. Вот на... По практике нашей, что хочу сказать? Значит, есть статья Трудового кодекса 39, да? Которая обязанность работодателя освобождать на момент ведения коллективных переговоров, освобождать работников от занимаемых основных должностных обязанностей. Вот на какую хитрость в этом момент идет работодатель. Шел работодатель на нашем предприятии, я знаю, это практика не только у нас, во многих предприятиях это делается так. То есть, в рабочее время они согласны... Не согласны, точнее, работодатель, чтобы освобождать. Соответственно, вам надо платить среднеиздельно, чтобы вы не потеряли освобождать, там, чуть ли не до трех месяцев. Но это в зависимости от того, как эта компания будет проходить. Бывает просто, когда профсоюз ничего не требует, да? Вроде бы основные положения подписали, подписали и все. А потом уже начинают как бы дополнять. Ну, разные моменты могут быть. Когда, извините, мы предлагаем доведение заработной платы до стоимости рабочей силы и пытаемся это обосновать, да? Или предлагаем шестичасовой рабочий день. Ну, я на сегодняшний день не видел еще пока ни одного работодателя, который эти нормы бы принял бы и прописал бы в тот нормативный акт. Вот. Все это без борьбы, как мы понимаем, нам этого не добиться. Значит, а какая борьба? То есть, когда это будет все успешно? Когда комиссия будет знать, что коллектив непосредственно их поддерживает? Когда за эти требования может прекратиться работа или там доведение? Ведь до чего основной рычаг работников? Это какой в представлении интересов? Это соблюсти все законодательные нормы и выйти вот мы все соблюли, и у нас последний шаг, это забастовка, да? Вот когда, извините, ну, в разной форме. Я сейчас не буду на этом, это как бы, маленечко другой вопрос. Но когда мы все эти формы соблюли, и у нас единственный весомый рычаг, потому что забастовка, это бьет непосредственно по прибыли, а чего бы не хотелось этому работодателю. Это одно, один плюс, как бы, со стороны работников. Не надо думать, что работодатель не видит, есть ли сплоченность или нет сплоченности коллектива. Он это очень четко просматривает, потому что мы как бы уже на этом обжигались, когда актив выходит в требования, он говорит, ну, это ваше. Это вот сколько вас представляет интерес работников? Ну, пять человек. Ну, за это, даже вот за то, что вы хотите, никто не пойдет, и мы это видим. Это действительно, мы сначала думали, что это блефт, но действительно видно, когда за спиной актива нету активных действий всех работников, да? А когда, извините, проект коллективного договора прошел через каждого, и человек знает, за что он будет бороться, и понимает, что он борется за свое, тут уже поддержка, конечно, будет весомая. Я похвалиться этим на сегодняшний день не могу, что у нас вот есть такая поддержка стопроцентная, потому что при ознакомлении с проектом, как мы считаем, с прогрессивным, да, мы написали свой прогрессивный проект коллективного договора, сейчас идет момент ознакомления коллектива, сбор подписей в поддержку, но здесь какой момент? То сбор подписей в поддержку, когда он происходит в коллективе, это одно, а когда уже требуются какие-то действительно коллективные действия, ну, кто-то может засбоить характер у людей разный, при том, когда идет активная борьба, идет непосредственно оказание давления административного ресурса, ну, все это прекрасно понимают. Вот, ну, значит, закрутилось, завертелось, выпущен приказ, стороны сели за стол переговоров, и здесь какой момент? Очень важный момент, в котором мы тоже очень много ошибались, значит, работодатель предлагает свой проект, а у работников нет своего проекта. И что говорит работодатель? Вот мы же вроде серьезные люди, пришли обсуждать серьезные вещи, вот у нас есть проект, а у вас нет проекта. Ну, что тогда говорить? Нет своего проекта, давайте наш подписываем, и расходимся. У вас же нет никаких предложений. Тут мы начинаем, значит, у нас не было на тот момент своего проекта, но был проект изменений. Значит, в какие-то пункты мы хотели внести изменения. Ну, к примеру, в пункте о заработной платы, да, будут там охраны труда и разные пункты, которые мы видели, что их действительно надо менять, что эти пункты могут улучшить условия труда, ну и тому подобное. Значит, по пунктам мы разбирали каждый раздел коллективного договора и пытались в эти разделы свои пункты применить. Что-то получалось, что-то не получалось, какие-то вопросы проходили без затруднений, но те вопросы, которые, как правило, требуют финансирования, они без затруднения не проходят. То есть здесь работодатель четко держит позицию. Давайте, мы согласны. Но тогда у нас фонд заработной платы ограничен. Мы из фонда заработной платы эти средства будем распределять на то. Точнее, премии у вас будет уже меньше за счет этого. Мы будем те нормы, которые вы у нас просите, закреплять в коллективном договоре. Вот. Это одна, значит, сторона. Другая сторона, когда переговоры начинаются с того, когда есть два проекта. Один проект работодателя и другой проект работников. Здесь уже ситуация должна быть посерьезней, да? То есть два проекта. А кто выберет? Во-первых, работодатель будет биться до последнего за свой проект, который будет экономить им средства, да? А работник будет биться за свой интерес. Опять же, если он осознанный. И кто определит, чей проект лучше и надежней? Ну, для работников, конечно. Потому что большинство-то все равно работников. Администрация-то она все равно в меньшинстве. Но обладая административным ресурсом, она как бы делает то, что делает, да? И здесь какой вариант? То есть сначала надо понять, какой проект будет проходить в обсуждении. То есть какой проект примется за основу. Вот как мы сегодня приняли по первому вопросу проект постановления за основу. И также в колодоговорных переговорах надо определить, над чьим проектом, то есть в дальнейшем комиссия будет работать. Вот это первый вопрос, да? То есть чей проект победит. Здесь опять же все зависит от поддержки коллектива, от коллективных действий. Значит, вариант такой, что проходит проект работы дателя. Не надо отчаиваться, у вас есть свой проект. Тем более, если он уже одобрен и поддержан работниками, мы делаем из него еще раз выжимку. И основные моменты, те, которые хотим внедрить в коллективный договор, боремся по основным моментам. То есть это выходит такая частичная работа. Выбираем самое основное, что считаем, и несем его в тот проект, который предлагает работа дателя. Значит, работа дателя может всячески, опять же, это дело все опровергать, говорить, там у нас нет средств, вот это все невозможно, как это правило бывает. Можно, в принципе, как сказать, мы приостанавливаем переговоры до тех пор, пока вот, ну, если будут коллективные действия. Коллективные действия не будет, можно, опять же, этот вопрос вынести на конференцию, да. Конференции можно, допустим, на конференции защитить свой проект, опять же, и поставить на голосование. Вот, товарищи, у нас есть два проекта, то есть мы собираем конференцию, у нас есть два проекта. Проект работа дателя и проект работников. Вот работа дателя предлагает то-то, то-то, ну, соответственно, представитель его придет и будет защищать свой проект. И работники предлагают это, соответственно, представитель работников будет защищать свой проект. Здесь какая может быть ситуация? Здесь уже может быть ситуация введения самой конференции, то, что представителей администрации может быть на конференции больше, чем представителей работников. Вот это тоже надо очень аккуратно смотреть, чтобы численность делегатов на конференцию, то есть, не устраняться от создания конференции. То есть, работодатель, соответственно, приведет своих подготовленных людей и сделает все для того, чтобы на конференции присутствовать в большинстве. Вот этого ни в коем случае, когда вот этот вопрос встанет, допускать нельзя. То есть, если мы равноправные, значит, стороны, то, извините, давайте вот вас столько-то и нас столько-то. Прошел, значит, проект работников, да? Ну, и здесь вот уже, ну, к примеру, не факт, что прошел, как показывает практика, не более-то где и прошел. Иначе, если бы где-то проходил, мы, скорее всего, уже явочным порядком на каком-нибудь предприятии установили 6-часовой рабочий день. И доведение заработной платы до стоимости рабочей силы – это основные моменты. И сегодня они остаются нерешенными, но решать это нужно, да? Вот. Проект принят. К примеру, сейчас я говорю, проект принят. Но, опять, как сегодня уже это звучало, не значит, что нормы, те, которые уже есть в этом проекте, они будут работать. И не значит, что работа комиссии по представительству интересов работников закончилась. Всего лишь приняли документы, расписались, поставили подписи, документ размножили, как по закону это все говорится, отправили куда положено, где-то там его можно даже зарегистрировать. Зарегистрировали и все. Но не работает он. А что делает в это время комиссия? Вот именно комиссия, которая представляет интересы работников и должна вести дальнейшую работу, контроль за выполнением коллективного договора. Это тоже прописано Трудовым кодексом. И те спорные моменты, которые будут возникать при осуществлении контроля, это уже близкий шаг к коллективным действиям дальнейшим. Или к ведению коллективно-трудового спора. Вот мы знаем, старшие товарищи, они устраивали множество забастовок. И как этот процесс, как бы, что говорится, держать руку на пульсе. То есть не давать работодателю успокаиваться. То есть вот мы, дескать, заключили коллективный договор, у нас тишь гладь и божья благодать. Нет, такого не будет. Постоянно надо мониторить эту ситуацию, постоянно следить, контролировать за этими моментами. Значит, это приняли мы. Ага, заканчиваю. Тема на самом деле очень такая интересная. И просто, если бы у кого-нибудь, может, был из присутствующих такой опыт, вот все-таки обсудить гораздо интереснее. Почему? Мы не раз обращались к старшим товарищам. Здесь момент, хоть он весь и регламентирован законодательно, очень творческий подход тоже очень важен. Потому что вы поймите такую вещь, что работодатель, он каждый день работает для того, чтобы бороться с нами. А нам, чтобы бороться с ним, надо учиться и набирать этот опыт. На сегодняшний момент, я имею в виду, почему на сегодняшний, были заслуги когда-то, да, у наших старших товарищей, но на сегодняшний момент такого большого опыта, извините, профсоюзные организации не имеют. И хотелось бы все-таки, чтобы этот опыт был шире, глубже, чтобы в следующий раз мы уже могли говорить о каких-то успехах. Ну, наверное, все так. Если в дальнейшем возникнут какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Спасибо за внимание. Ну и также предлагаю, вот, как и по первому вопросу, предлагаю выступить. Бобинов Григорий Вячеславович, врач скорой помощи, представитель профсоюза действия. Как правильно сказал товарищ Кальвет, работодатель сидит, ему, естественно, надо сэкономить деньги, чтобы себе и свои клики выплатить больше, оставить больше этих денег. И мы, естественно, для него это просто, вот, между нами проходит та черта, за которой мы находимся и с нами постоянно борются. Что касается представительства, именно по вопросу представительства работников при коллективных переговорах, рассказываю ситуацию на своем предприятии, непосредственно в городской больнице. У меня администрация подготовилась очень хорошо и пошла даже на обманные всякие методы для того, чтобы отстранить именно коллектив от участия в коллективных переговорах, то есть вытянуть только своих, чтобы писать то, что выгодно им. Первое, что они сделали, пока там все хлопали ушами, это они подпихнули какую-то бумагу, типа, сейчас проводится конференция по поводу, ну, у коллектива проводится конференция по поводу изменений в положении о оплате труда. Ну, все, конечно, да, надо чего-то менять в оплате труда, подписали какие-то бумаги, выглядело это следующим образом. Шапки никто не видел, просто какие-то бумаги, кто-то что-то подписал. В дальнейшем шапка поменялась, и оказалось, что представлять коллектив на ближайших переговорах коллективных будет именно Желтый профсоюз, который на тот момент входило всего 7% от всей численности работников. То есть, вот уже такой момент. В дальнейшем непосредственно председатель Желтого профсоюза, тот профсоюз, подает проект коллективного договора, потому что они же имеют право подавать именно проект коллективного договора. Ну, и они подали проект коллективного договора, который, в принципе, пересмотрела администрация и добавила те пункты, которые администрации было выгодно. Основной пункт, на который все возбудились, это сократить количество дней за вредность. То есть, дополнительного отпуска за вредность. Конкретно, сразу уменьшить в два раза. Для некоторых категорий работников вообще отпуск за вредность убрать. Типа проведена солод, типа у вас вот здесь вот такие классные условия стали, совершенно не вредные. А там, где были вредные, там такие прям технологии, и вредность совершенно пропала. Вот. И вот таким образом администрация вот всё сделала для того, чтобы отстранить коллектив от ведения переговоров. И та группа, те представители, которые вышли на переговоры, на коллективные переговоры по коллективному договору, соответственно, они были все от администрации, половина даже не ориентировалась, зачем они сюда пришли, что они здесь делают, и что они представляют. Вот. Именно весь коллектив, они просто пришли подписать какую-то бумажку, что от этого зависит жизнь коллектива на ближайшие три года, а может быть и на шесть лет, потому что мы знаем, что коллективный договор можно при определенных условиях просто продлить еще на три года. Ну и вот, в общем, все усилия, которые предпринимал профсоюз действия, активная группа, особым успехом не увенчалась, коллектив был разрозненный, и, соответственно, администрации удалось пропихнуть свой коллективный договор. Единственное, что получилось, это, допустим, на отделении скорой помощи, то есть в коллективном договоре проекта вот этого Желтого профсоюза стояло семь дней, нам удалось все-таки дотянуть до одиннадцати, то есть с семи до одиннадцати поднять, но у нас норма четырнадцать, вот до четырнадцати не удалось. Ну и, соответственно, что делать? То есть проиграна, ну вот борьба за коллективный договор, за свой проиграна, но не проиграна в принципе борьба в принципе. Поэтому вести вот эти вот борьбу за изменения уже в принятый коллективный договор, оказывается, можно просто начиная со следующего дня, когда этот коллективный договор принят. И вот я вам раздал как раз вот эти вот предложения работников, то есть для того, чтобы вы понимали, как выглядит вот эта форма для продолжения борьбы. То есть она и называется «Предложение работников по изменению и дополнению коллективного договора Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения и городская поликлиника номер 52». И тут она до банальности проста, то есть буквально три колонки. Одна под пункт, вторая – это какие изменения предлагается внести в уже принятый коллективный договор. И третья колонка – как текст вот этого измененного пункта должен звучать. Ну непосредственно когда я ехал сюда на РКР, у меня вот этот документ именно в нашей поликлинике, он намного больше, потому что мы не согласны там в 200 пунктах, как там все это выглядит. Я сократил до четырех страниц просто для примера, как это должно выглядеть. Ну потому что, сами понимаете, у меня просто не хватило бы мочи распечатывать эти 200 предложений по изменению коллективного договора. Ну и второй момент, на что мы стали сразу проводить, это, естественно, раздавать, именно информировать коллектив, вести работу со всем коллективом. Ну вот у меня это в виде листовки на зеленом фоне, то есть как только работники видят, что что-то появилось в зеленой листочке, сразу понятно, что это профсоюз действий ведет очередную работу по информации, по информированию работников моей поликлиники. Ну и здесь конкретно, я это тоже вот в нескольких экземплярах привез, я, соответственно, вам это сейчас раздам. Здесь, что мы хотим добиться, то есть, по большому счету, выжимка из тех предложений, которые рассчитаны на всех работников. Здесь конкретно оставлены мои координаты, потому что мы весь профсоюз не светим активистов, чтобы их сразу не разбили. И, соответственно, есть мои координаты, это и телефон, и электронная почта, для того, чтобы обращались ко мне. Ну и чтобы мы уже с конкретной группой товарищей, те активисты, которые появляются, я уже с ними конкретно, и наш профсоюз конкретно с ними работает. В общем, работать надо постоянно по улучшению своих условий. Мы сейчас находимся на той стадии, когда наша работа сейчас носит в основном просветительский характер, потому что те работники, которые сейчас есть в стране, мало кто слышал вообще о коллективном договоре. То есть вот эта форма, как коллективный договор правового вот такого акта, его, по большому счёту, ещё раз говорю, мало кто знает. И просто доводя до сотрудников, что если вы хотите что-то изменить, есть такая форма, как коллективный договор, от каждого зависит именно условие работы и зарплаты на вашем предприятии, в вашем лечебном учреждении. И вот сейчас только начинает вот это вот понимание приходить именно в массы. И за свой профсоюз отчитываюсь, конкретно сейчас идут коллективные переговоры в трёх регионах именно по принятию прогрессивного медицинского коллективного договора, именно вот в трёх регионах сейчас. И сталкивается опять с тем же, что именно работодатель, используя свой административный резерв, давит очень сильно, ведёт вот эту вот ситуацию даже по всем вопросам, по тому, какая должна быть комиссия, из кого должна состоять. Поэтому вот эта вот подготовка к ведению коллективных переговоров за коллективный договор должна именно проводиться заблаговременно, и коллектив уже должен знать, и сам актив, и весь профсоюз, который будет вести вот эту роль, он должен знать, с чем он столкнётся, как он себя должен вести. Ну, естественно, надо ощущать поддержку всего коллектива, потому что у нас был вот этот вот нюанс, даже вот Пенза, которая заключила коллективный договор прогрессивный, да, там было тысячи человек, которые вошли в профсоюз. Там был такой нюанс, во-первых, сдали позиции в том плане, что по закону нам положено освободить сотрудников на три эти месяца, вот именно от работы с оплатой по среднему, и когда они уступили, освободили только одного, администрация это восприняла как слабость. То есть не то, что, ну вот мы с вами тут, типа партнёры, мы всё понимаем, тра-та-та. Нет, это они сразу восприняли как слабость. И второй момент, вот всё, что происходит на переговорах, надо сразу доносить до коллектива. То есть вот переговорили, обсудили, администрация не идёт на какие-то уступки, соответственно, надо выйти к коллективу, все это там распределиться каким-то группам, разъехаться по подразделениям, объяснить. Проходит так-то так, администрация не идёт, чтобы коллектив постоянно сам вот через вот такую работу, сам участвовал в принятии этих решений. Ну и там получилось так, что перестали выходить, общаться с коллективом, и в какой-то момент непонятно было, поддержит коллектив или не поддержит. Но когда выяснилось, что работодатель пытается вообще изменить полностью коллективный договор и полностью слезть вот с того курса, который предложил профсоюз действия, всё-таки коллектив подключился, ну и подписали коллективный договор, но шли в день в день, короче, коллективные переговоры шли месяц. И думаю, если бы вот с самого начала не пошли бы на уступки и вот эту вот норму бы ввели, вот по трудовому кодусу Российской Федерации, пять человек, вот там было в комиссии, пять человек освободить от работы по-среднему, то даже вот эти коллективные договоры не растянулись бы на эти три месяца. Ну и вот чтобы представлять, с кем боролся коллектив, именно профсоюз действия в Пензе, то там, в принципе, они боролись за свои права не только вот, ну, кто был против них, то есть именно против. Это было не только администрацией больницы, но и вся администрация, то есть правительство Пензенской области. Потому что главный врач со своими постоянно ездил в консультацию именно в правительство, и там давали, давали, давали консультации, консультации, это все растянулось вот так на три месяца. В общем, вот такой вот есть опыт, и я думаю, это опыт очень, ну, именно положительный, именно у профсоюза действия, то есть в нашем профсоюзе понимают роль коллективного договора, и если совсем недавно все заканчивалось просто какими-то пикетами, ну, какими-то митингами и тому подобное, то сейчас все понимают, даже если чего-то добились, то это сразу надо внести изменения в коллективный договор. Ну, форму я вам сейчас раздал, мы это также подвесим под роликами на канале, и будет, ну, для многих будет понятно, как вести борьбу. То есть выдвинули требования, добились выполнения этих требований, и включили эти требования, именно вписали в коллективный договор. Ну, еще раз повторюсь, форму вам раздал. Спасибо. Товарищи участники с решающим голосом. Горденин Максим Владимирович, Самара, слесарь ремонта подвижного состава. Ну, вот, профсоюз-то мы создали, работу по развитию потихонечку ведем, и цель, естественно, профсоюза была в борьбе за коллективный договор. Я уже говорил об этом, и вот сейчас подтверждается заново та же ситуация, что один из способов противодействия работникам, это фактически засекречивание коллективного договора, который заключен на предприятии. Карманный профсоюз очень интересным способом действует. Он проводит конференцию работников неожиданно, то есть подготовиться к проведению конференции со стороны инициативной группы или профсоюза практически довольно-таки сложно. То есть об этом узнают всегда, вот, по факту пришли на работу, подходит, там, председатель правкома, говорит, ребята, вот вы-вы-вы-вы-вы-вы, там, ты-ты-ты, тыкает пальцем, сегодня едете, значит, по такому-то адресу, одеваетесь, переодеваетесь. Вот ребята переоделись, собрались, поехали, приехали, там проводится конференция, принимается проект коллективного договора. То есть откуда он взялся, кто его готовил, кто за него голосовал, ничего неизвестно. Когда его принимают, подписывают, вот я сейчас на данный момент, не знаю, там, принятие произошло или не произошло, но получить проект, проекта в доступе нет. То есть как только я предлагаю членам профсоюза карманного, ребята, говорю, вы можете получить проект колл договора? Он говорит, нет, его говорит, нет. То есть мне надо подойти к председателю и попросить. А они этого боятся, потому что это фактически значит раскрыть себя перед карманным профсоюзом, что начинает действовать инициативная группа. То есть на протяжении нескольких лет никто проект не спрашивал. И вдруг появляется человек, который говорит, а дайте мне проект, который там вот такой толщины и естественно карманный профсоюз все сразу понимают, ну нафига тебе вот такая бумага, вот такой толщины документ. То есть еще для чего ты? Вечером ребенку будешь читать? Нет, ты собираешься бороться. Это вот как к бабке не ходить. А раз ты собираешься бороться, а кто активист? Вот активист, он пришел ко мне. То есть вот эта ситуация, что люди боятся даже вот этот первый шаг сделать. Я вот немножко в следующем докладе буду к этому подходить. То есть нужно дать заранее защиту человеку, который хотя бы даже вот такой первый шаг сделает, возьмет коллективный договор в профсоюзе, чтобы потом начать вот разрабатывать изменения. Так, ну вот, в принципе, да, я все скажу. Спасибо. Городушкин Сергей, электростай, электромонтер. Я вот хотел бы так добавить, вот один из инструментов, как один из инструментов достижения представительства интересов большинства работников. Это вот институт уполномоченных по охране труда, профсоюзных уполномоченных по охране труда. Профсоюз, значит, это все написано в ТОМ-кудок Всероссийской Федерации. Права и обязанности уполномоченных по охране труда. Профсоюз может уполномочить члена профсоюза быть уполномоченным по охране труда. Этот человек будет иметь право посещать все подразделения предприятия, где есть члены профсоюза. Он может себе написать план проверок подразделений, где эти есть члены профсоюза, ну, и вообще, в принципе, любых подразделений предприятия, и ездить по этим подразделениям и проверять охрану труда. Но вместе с этим он может приезжать в подразделения какие-то, разные предприятия есть. Вот у нас, например, много подразделений по всей Московской области раскиданной под станции. Вот этот человек приезжает в подразделения и он может с работниками переговорить, он может им проект коллективного договора передать или сам коллективный договор ознакомить. Он может ознакомить с работой профсоюза, с какими-то проблемами, он может собрать от этих работников доверенности на представительствах и интересах при проведении коллективных переговоров. Он может также собрать с этих работников подписи под коллективным договором. То есть, это непосредственное живое общение, которое, в принципе, необходимо при подготовительной работе, когда проект коллективного договора готовится. А, прямо в трудовом кодексе, вот в этой статье, я забыл, там 340 какая-то, по-моему, там так прямо и написано, что одна из обязанностей уполномочного по охране труда при проверке охраны труда это выявлять и собирать предложение к части коллективного договора к части по охране труда. То есть, в раздел по охране труда собирать предложение, посещая подразделения предприятия и проверяя охрану труда у них. То есть, это его прямая обязанность. И не надо об этом забывать. И вот, где профсоюзы есть, во всех профсоюзах нужно этот институт создавать уполномоченных, чтобы они занимались в том числе и вот этой работой. Это, я считаю, будет очень эффективным инструментом. Ну, это и есть эффективный инструмент, где это работает. Спасибо. Товарищ, с рабочими мандатами, с решающим голосом. Вопрос на самом деле интересный. поделиться, чем? Да, на первый вопрос охотнее. У всех наболел, а этот вопрос не очень болел. Дело в том, что у нас, где я сейчас работаю, это маленькое предприятие, там нет колл-договора, там работает всего человек 14, где-то так вот. там вот, где я до этого работал, на металлическом заводе, да, там был коллективный договор. Вся штука в том, что не особо-то, вот когда нам объявляли, руководство профсоюза объявляло, что там действительно, что вот сейчас разрабатывается новый колл-договор, товарищи работники, приходите со своими, значит, предложениями, какие у вас будут предложения, ну, как-то народ совершенно такой инфантильный был. Я вот, помню, пришел к нашей, к нашему председателю профсоюза нашего цеха, в цеху работало 400 человек, и она такая душевная женщина была, очень активная, попросил у нее проект колл-договора, никаких там этих припонов не было, тут же мне его дала, действительно, там вот такой здоровенный дом этого колл-договора, когда половина там этого колл-договора занимали льготы значит, ветеранам, которые работали на производстве, вот, в принципе народ не очень-то этим и интересовался, что, дескать, начальство у нас есть, вот, пускай оно и дымается, вот, такое вот отношение было, собственно, вот, все, что я, спасибо уважаемый товарищ, ну, вся вот эта работа по пропаганде, значит, колл-договора, вот, среди коллектива, она очень важна, потому что сейчас такая ситуация складывается, что положение все время ухудшается, да, работников, вот, и без, без борьбы, да, вот, при таком отношении, что люди думают, да, как-нибудь, там, начальство, там, виднее, да, вот, что-то, как-то разрулится, вот, при этом мы видим, что постепенно все ухудшается, там, и падает, значит, такая корзина, да, потребительская, все, в общем, хуже, хуже, и законодательно закрепляются уже те положения, которые раньше, значит, были, да, со временем, без борьбы, они умываются из, значит, трудового кодекса, вот, и поэтому, вот, даже, даже вот, там, послушаешь Путина, да, вот он говорит, там, допустим, вот, надо там повысить зарплату, да, медицинским работникам, ну, какие-то такие вещи, он говорит, так он кому это говорит, кому надо, ну, вроде да, правильно говорит, надо, так, а кто это будет делать-то, повышать зарплату, то есть, получается, это обращение вот к нам, то есть, мы, наша, наша, это задача, то есть, он прямой, это они об этом не говорят, что, вот, давайте, там, вот вы организуетесь, это не их, как бы, не их задача организовывать, как бы, да, нас на борьбу, то есть, вы, это как хотите, там, да, ну, хватает вам денег, там, это самое, все дорожает, вы молчите, да, ну, значит, как бы, молчание – знак согласия, получается, вот, ну, и, собственно, если по теме, да, то, конечно, вот, эта задача, она не простая, да, поскольку, ну, у меня лично такого опыта нет, ну, вот, благодаря тому, что есть люди, которые уже это проделали, вот, мы сюда приехали, там, можно послушать и, ну, понять, как это делать, что, что делать, у меня тоже есть, такой договор, который, вот, я улучшал, там, писал, выжимку, вот, ну, вот, так, чтобы, вот, ходить по коллективам с ней, я, вот, еще пока это, только предстоит, в общем-то, эта задача, вот, и, конечно, больше надо бы послушать, как это, вот, которые, уже это сделали, вот, эту задачу выполняют, и проводят эти изменения, ну, конечно, если этого не делать, то никто и не узнает, как говорится, что, вот, есть такой вот проект, улучшение, вот, ну, я вот тут председателя взял, вот, значит, проект, это самое, ну, наш действующий договор, и, в принципе, вот, сидел, там, писал, вот, вот, Валентина договор, у меня очень помог, в своей работе, вот, теперь, как бы, надо его как-то двигать дальше, коллектив, разговаривать с людьми, вот, о том, что, только в наших, в наших руках, в общем-то, улучшение нашей жизни, вот, а инструмент, это, как раз, так и вот, этот договор, коллективный, вот, спасибо за внимание, аси, значит, опыт моей работы, в редакционных комиссиях, в течение последних 30 лет, значит, говорит о том, что, документ любой, вот, что за основу взял, то в конце и получишь, поэтому, рассматривать ситуацию, когда мы, на переговорах, опускаем, коллективный договор, предложенный администрацией, не иметь никакого смысла, потому, что получим мы колдоговор, для администрации выгодный, единственный вариант, который мы должны рассматривать, и которым должна заниматься, это колдоговор, проект колдоговора, предложенный коллективом, вот, это очень важный момент, давайте его запомним, и никогда не будем размазываться вот на эту ерунду, что вот если администрация, то мы не надо, мы и все, вот, это первый момент, очень серьезный момент, при представительстве, тут, Валентин Владимирович, внятно рассказал, как, то есть, получить доверенность, и так далее, все это очень хорошо, значит, опыт, первый раз, мы представили свой проект, коллективного договора, сформировали комиссию, комиссия приказом проведена, та, которую мы заявили, то есть, представительство, от трудового коллектива, людей, которых мы дали, наши кандидаты, вот, проработали коллективный договор, я там отдельно про переговоры, там, как это все шло, вернее, но это уже наработали потом, мы оптимисты, у нас вот такой народ в комиссии, у нас все мы, администрация, кстати сказать, в то время еще подготовлена, была слабо, вот, скажем так, серьезно принимали, поэтому все достаточно легко так ушло, в комиссии, в комиссии было пять человек, значит, коллектива, пять человек от администрации, и из этих пяти было двое рабочих, трое террорусов, конференция послезавтра, мы закончили переговоры по колдоговору, нам приносят на подпись, совершенно другой колдоговор, вот совершенно другой, по рекомендациям, центрального сайта ФМПР, вот они свояли такой колдоговор, вот подписываете, и не подписали только двое, рабочих, которые, все остальные подписали, на конференцию вынесли, проголосовали против этого колдоговора, сто человек из трехсот, я считаю, ну уже неплохо, это первый раз, первый опыт, я на что хочу, значит, выводы какие, состав комиссии по переговорам, максимальное количество рабочих, повторяю в очередной раз, и террорусы, интеллигенция, склонна к недопустимым компромиссам, вот даже вот в таком виде, до подмены, они соглашаются даже с подменой, вот, значит, обращаю внимание, вот еще на что, при ведении, вот этих переговоров, значит, обязательно, исполнять все пунктики законодательства, значит, секретарь должен быть, протокол, рассолосование, это вот то, что должно быть вот прямо на столе, комиссия собралась, это один момент, другой момент, комиссия собралась, администрация, есть у них такое, так, зам директора по экономике, я председатель комиссии, какой председатель комиссии, что за комиссия у тебя, ты у себя председатель команды, у нас переговоры идут, у нас две стороны, нет никакого председателя, тоже очень важный момент, равные, равные стороны, то есть, это закреплять надо сразу, так, значит, по поводу секретаря, почему, чтобы ничего не пролетело мимо, вот, ну, у нас вот было такое, зам директора по экономике говорит, я не могу выделить человека, чтобы он секретарем был, вот тут, меня прямо, это, Борис Иванович удивил, нас, этот, юрист, он говорит, мы сокращаем 50 человек, выдели одного, все равно сокращаешь, не нужны люди, пусть здесь поработает пока, так вот его поставил на место, не знаю, хотел он этого, нет, ну, вот, так было, вот, и протокол, протокол, это очень важный момент, потому что, в процессе переговоров, возникает тренинг, возникают конфликты, значит, несогласие, вносим протокол, не надо, администра себе, почему, а ты вот, за восток, устроишься основание этого протокола, не надо, давай договариваться, ну, где-то договорились, где-то договорились, и, вот, очень важный момент, конечно, то, что, эту комиссию, должны поддерживать, люди должны поддерживать, цеха, прежде всего, вот, опять, обращаю внимание, рабочие, прежде всего, должны поддерживать, потому что, на за востоку пойдут, рабочие, вот, если отдел главного конструктора пойдет на забастовку, нигде не омукнется, это вы понимаете, ну, не напишут первым бумажек еще, и ничего, вот, а рабочие, совсем другое дело, значит, вот такая ситуация, не договорились, протокол пока разногласий не вносим, ну, хорошо, устанавливаем переговоры, я иду в цех, а зачем, что это тут зачем, объяснять людям позитивно, не надо, возвращаемся за стол, давай разговаривать дальше, но, перед этим, очень желательно, очень желательно, чтобы, корректив показал, то есть, свою организованность, чтобы администрация, над администрацией, села всегда угроза, забастовки, забастовки, сама по себе, забастовка, она, как сказать, менее, действенна, нежели, менее страшна для администрации, нежели, угроза забастовки, ну, как, как нормально, у любого человека, то, кстати, ожидание событий, всегда гораздо тяжелее, чем, когда событие произошло, и надо что-то делать, вот, вот здесь вот та же самая ситуация, то есть, угроза забастовки, это, более действенно, более действенно на администрации, нежели, сама забастовка, вот, по этому поводу, я все время, вспоминаю докеров, как они устроили остановку работы, на одну минуту, после этого, кол договор у них был подписан, сразу, вот, на одну минуту, гудок, все встали, минута прошла, гудок, все поехали, все, администрация тоже подписала, это классика, вот, это уровень, так сказать, организации, настолько высокий, так, еще какой-то момент я хотел отметить, забыл, все, спасибо, пожалуйста, кто еще, выступление, по вопросу, Здравствуйте, товарищи, Игорь Павлович, союзоремонтник, СМАР, ну, опыта, к сожалению, прям такого большого представления, эффективных переговоров, интересов работников у меня пока что нет, вот, профсоюз мы создали, но сейчас этап как раз таки тоже интересный, хотел бы немножко поделиться своим опытом, и рассказать очень интересный опыт наш, совместный с товарищем Гардениным, и другими товарищами ПРП, с которыми мы с профсоюзом действия, взаимодействие с профсоюзом действия у нас в городе Сануне. мы начну с себя, что создать профсоюз не так сложно, на самом деле, а вот реализовать все те требования, которые так или иначе улучшают положение работника, вот это, да, работа серьезная, большая, и даже такая длительная. Я набрал определенное количество людей, скажем так, понял, что сталкиваюсь с определенным барьером, как-то вот, то есть, такой пошел спад набора людей, и я начал, как бы, сел, начал думать, что дальше, как действовать дальше. Я понял, что нужно сейчас заняться укреплением вот того состава людей, который имеется. То есть, это очень важно для того, чтобы в дальнейшем уже можно будет еще дальше выйти, расширять свой, так сказать, свой состав. Значит, я собрал наших товарищей и сказал им, что, ребят, значит, во-первых, проведем собрание. Не все смогли приехать, но товарищи приехали, часть рабочих с моего коллектива, это вообще успех, на самом деле. Почему? Потому что до этого в нашем предприятии боевого профсоюза, рабочего профсоюза вообще не было ни разу, и так вот просто люди, грубо говоря, поняв свои личные интересы или не личные интересы, они не выходили никогда на коллективные интересы. А тут вышли, и мы собрались за территорией предприятия, собрали, значит, протокол написали и приняли, что, значит, на следующее собрание мы приходим уже, прочитав определенные документы, какие, трудовой кодекс, начинаем изучать, полномерно, я скидываю, создали чат, начал скидывать сейчас чат, значит, статьи трудового кодекса, мы их обсуждаем. Значит, я понял, что этого тоже, как бы, мало, и поэтому вышла, прям, как раз в этот момент, замечательная книжка, значит, борьба классов, Николай Васильевич Поповов, очень советую всем начинающим, товарищам профсоюзникам ее изучить, поскольку в ней, помимо того, как там дается развитие, грубо говоря, профсоюзного движения, в конце, или в середине, идет поступательный процесс всех действий по профсоюзной деятельности. Это, как это там называется, азбука профсоюзной борьбы. Это, можно сказать, такой документ, который мне помог в дальнейшем работников начинать сплачивать. Ну, мне назначили представителем профсоюза, я подумал, подумал, сейчас Новый год, взял, купил эту книгу в магазине в ближайшем, там, в Чеконе, я уж не помню, и, как бы, в качестве подарка товарищам своим рабочим раздал. Прошло время, подходят ко мне, говорят, я читал, я думал, что они не будут читать, прочитали. Я говорю, ну, что ты понял? Я понял, что самое основное, то, что мы должны делать, это вот идти к забастовке. То есть, все, у человека уже начинает складываться определенная, определенная правильная мысль в своей голове, что до этого у него этого вообще не было. То есть, мы просто с ним общались раньше, как вот, до всех этих процессов, мы общались с ним на такие простые темы, как вот, что там у тебя в семье, как у тебя положение с деньгами. А тут люди начинают понимать, что вот есть методы, методология борьбы. И вот это укрепление идет до того процесса, что с одним товарищем я договорился, вроде бы как, я ему сказал, предложил, Серега, давай, что, может, на следующий РКЛ со мной поедешь? Давай. То есть, он человек уже, все, то есть, осталось целый, когда же подготовить, он сейчас, наверное, меня слышит, смотрит, смеялся. Но, тем не менее, как бы, вот развитие идет, вот такое. и укреплять, то есть, что самое основное мешает людям вот в этом процессе? Страх. Мешает страх, то, что они могут потерять рабочее место, раз, что на них огромное количество кабалы, кредиты, ипотеки, которые они, к сожалению, вынуждены были взять определенное время, и, конечно же, давление администрации предприятия тоже имеет место. Вот. Там дальнейшие пункты я расскажу уже на следующем своем докладе, который будет по профсоюзной, созданию профсоюзной ячейки. Я расскажу как раз таки, что нужно делать для того, чтобы работники шли и не боялись. Вот. Ну вот, именно как опыт, вот я вот пока что выкопокал на этом. То есть, мы сейчас как раз таки начинаем писать коллективный договор. Тут тоже один момент очень важный в написании коллективного договора. Поскольку это коллективный договор, это слово коллектив, то писать одному человеку как-то, ну, непросто. Хорошо, если один человек напишет коллективный договор прогрессивный. Это вообще здорово, конечно. Вот. Но я выбрал такую стратегию, что я стараюсь своих товарищей, во-первых, которые со мной вместе в профсоюзе привлекать их к написанию. То есть, говорю, ребят, нам нужно подумать. Вы, у вас другая специальность. Я там слесоремонтник, третий там аппаратчик какого-нибудь химриагентов, четвертый там сварщик. Я говорю, ребят, подумайте, пожалуйста, для вас вот что должно быть в улучшении вашего положения как аппаратчика химриагентов, как сварщика, потому что все это вместе пойдет в общий коллективный договор. Потому что мы берем не только для каких-то слесарей, ремонтников, которых не очень много на станции, а мы берем для всех работников. Вот. Это тоже очень важный момент, который нужно учесть и вписать коллективный договор вместе с рабочими этого предприятия. И вот тогда коллективный договор будет полный, конечно же, и такой достаточно серьезный и большой. Что касается опыта моего как взаимодействия с рабочим, что касается опыта взаимодействия нашего профсоюзного с товарищем Горделином и с товарищем нашей ячейки в Самаре с действием, тут очень показательный пример. Какой? Значит, в определенное время товарищ Бобинов Егор Вячеславович нам скинул контакты товарищей с профсоюза действия. Мы как бы с ними встретились, договорились, провели встречу, наметили пункты, начали им объяснять, как нужно развивать профсоюз. Объяснили мы грамотно, четко, и у них пошло. Пошло, 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 как на дрожжах стало расти количество членов профсоюза действия. Пошло до того, что уже определенное количество есть, но администрация само собой она же видит все это, что происходит, рост профсоюза. Это же не просто так, это, наверное, люди не просто там все-то собирают, делают, скорее всего, будут что-то делать серьезное. Вот. И они стали на них давить очень серьезно. Ну, как мы знаем, как они давят, там разные выписки, там проверять вдруг сразу на сахар человеку, которого они взяли на работу с сахарным диабетом человека, в скорую помощь на машину. По закону это нельзя. То есть, он проработал четыре года там или больше нормально, а тут вдруг нашли у него сахарный диабет ни с того ни с сего. В общем, такие вот начались зажимы, и мы собрали большое собрание уже совместно с водителями, со всеми, и стали говорить, что ребята, важно сейчас вам взять или написать свой коллективный договор и его продвигать. Предложить всем работникам пройтись, у вас есть члены профсоюза в каждом пункте скорой помощи, несите туда коллективный договор, выписки, берите с ним какие-то расписки, агитируйте людей и готовьте их к итальянской забастовке в будущем, потому что это единственный сейчас пока что реальный момент, который позволяет работникам, по крайней мере, скорой помощи, есть там вот тот пример, товарищ Бобинов не даст соврать, победы, то есть у них даже примеры победы уже есть, мы им объясняем, у вас примеры победы есть, ну что, вроде бы собрание прошло нормально, вроде бы мы даже как бы проголосовали, кто за итальянку, там все подняли руки, хорошо, в конце гражданин решил выступить, выступил он достаточно так язвительно и сказал, что это все полная фигня, что итальянку никто делать не будет, вот, у меня есть контакты с депутатами, и мы сейчас вот с этими депутатами будем организовывать круглые столы и все остальное, а у них две недели до аутсорсинга, какие нафиг круглые столы, мы начали им объяснять, объясняли мы, я конечно, грубее объясняли, чем сейчас я с вами здесь разговариваю, но потому что люди, к сожалению, не понимают, и мы несколько раз им объясняли, товарищ Андрей Макаров у нас собаку съел на ночных переговорах с представителем профсоюза действия в Самаре, вот, но как-то добиться от них каких-то вот улучшений не получилось и в итоге пошло все их по плану, мы им сказали, что ребята, никакие депутаты вам ничего делать не будут, это ваша борьба, это не их борьба, им вот, ну хорошо там хайп какой-нибудь на этом получить, на то, что там движение прошло вверх медицинское, и все, это выхлоп, вы ничего не сможете добиться, стоя вот так вот с табличками, там, мы против аутсорсинга, вы ничего не добьетесь, товарищи, нужно коллективные действия, активные коллективные действия, и так и получилось, то есть, к сожалению, аутсорсинг провели, и сейчас начинают сокращать штат медработников, водителей, вот, ну вот этот вот, вот этот как бы опыт, то, что никакими вот этими акциями, митингами, всем остальным добиться вот этих коллективных улучшений не получится, нужно писать коллективный договор, вписывать туда все улучшения, даже самые безумные улучшения, потому что потом придется все равно определенное скидывать, вы ставите 40 тысяч повышения зарплаты, они вам до 20 ваших скидывают, надо 120 ставить, или 70, чтобы они скинули хотя бы до 30, потому что будет борьба, будут переговоры, поэтому, товарищи, бежите, пожалуйста, коллективные договоры, благо есть успешные, которые прогрессивные коллективные договоры, можно взять, и я тем самым занимаюсь тоже с товарищами, вот, пишите выжимки, предлагайте товарищам, рассказывайте, добивайтесь коллективными действиями, а если нужно забастовкой, улучшение положения работников, Иванюк Артем Сергеевич, город Электросталь, завод Электросталь инженер, уважаемые товарищи, я в первую очередь хотел бы поблагодарить Валентина Кальвита, товарища Бобинова и Кудрявцева, за освещение такой практической стороны вот этого очень важного вопроса, хотел бы заметить, что мы в этом направлении не так далеко ушли, пока еще, но процесс начала уже успешно прошли. Та инициативная группа, о действиях, о которых мне хотелось бы рассказать, она у нас постепенно развивается, растет, и это замечательно, значит мы делаем правильные шаги в этом направлении, и вот с чего хотелось бы мне начать, вот когда-то на предприятии я был один, когда вот только я узнал о том, что есть Российский комитет рабочих, Фонд рабочей академии, Рабочая партия России, стал интересоваться профсоюзным движением, и приходил я к работникам, и находить взаимопонимание у меня в общем-то не получалось, потому что возможно я говорил слишком шаблонно, не слушал работников, ну не получал я отклика от них. Сегодня удалось достичь того, что в разговоре с людьми начинаешь в первую очередь искать проблемы у них на рабочих местах, это очень важно, обратить именно вот на это внимание, потому что говоря о каких-то эфемерных вещах, скорее всего работники слушать не будут, а вот то, что его непосредственно на рабочем месте касается, даже начиная с того, что температура в рабочем помещении, она по Санпинам, ДУМ, должна составлять 20 градусов, если 15, должно быть сокращено рабочее время, в Санпине это написано, и вот такую информационную деятельность ведя, мы привлекаем работников к нашей инициативной группе. А что касаемо нашего профсоюза, ГМПР, первичная профсоюзная организация Горно-Матургического профсоюза России, ей, конечно же, этот рост активности нашей инициативной группы очень не нравится. И, понятное дело, почему не нравится? Потому что на протяжении 30 лет была тишь да бладь, гладь и божья благодать. Вот, никто не возникал, никто не касался этих вопросов, а сегодня раз, и молодежь коснулась. Да, у нас молодежная, профсоюзная наша инициативная группа. И вот, когда мы волей-неволей встречаемся, передвигаясь по заводу с представителями правкома, ну, они, так сказать, пытаются намекнуть, мол, не раскачивай лодку, не лезь не в свое дело, пытаются как-то вот запугать чем-то. Ну, хорошо, что у нас, вот у всех есть вот такой устав, у всех распечатан, есть 25-я статья в этом уставе, основные направления работы первичной профсоюзной организации. Я хочу сказать, что, когда вот с таким тоном с нами общаются, обычно говорю так, минуточку, я член вашего профсоюза, нашего профсоюза? Да, член нашего профсоюза. Но если так, то давайте посмотрим, что член профсоюза и первичная профсоюзная организация ГМПР должна делать. Вот пункт 3. Разработка проекта коллективного договора. Если вы в коллективе это не делаете, а я делаю, я что-то нарушаю? Нет. Группа моя что-то нарушает? Нет. Наша, прошу прощения. Пункт 6. Представительство особых профессиональных, экономических и социальных интересов женщин, молодежи и ветеранов. Я молодежь? Молодежь. Опять-таки, все по уставу. Смотрим дальше. Девятый пункт. Вовлечение работников в профсоюз. Привлекаю в профсоюз? Привлекаю. Соответствую уставу? Правильно. Вы не привлекаете? Не привлекаете. От вас только люди уходят. Опять-таки, не к чему придраться. Одиннадцатый пункт. Контроль за финансовой деятельностью профсоюзного комитета. Вот недавно была такая ситуация у нас. В связи с новогодними праздниками многие молодые наши ребята потеряли в зарплате. Мы на часовой тарифной ставке находимся. И вот эти восемь дней в январе соответственно не получили за эти восемь дней мы денег. Те, у кого дети, ипотеки, соответственно и расходы больше. И вот такая ситуация. Ко мне приходят молодые ребята с нашего цеха. Замечу, не к нашему председателю цехового комитета, а ко мне. И задают вопрос, вот что делать? Я говорю, иди, пиши на материальную помощь. Приходят к председателю цехового комитета, просят бланк. Председатель делает вот такие глаза. А я не дам. А я не буду принимать ваши заявления от помощи. Хочу сказать, что вот этот вопрос у нас в цехе поднял очень большую бучу именно среди молодежи. И, так сказать, подлил масло в огонь, накалил градус. И все больше и больше работников именно нашего сейчас цеха понимают, что профсоюзный актив в цехе нужно полностью переизбирать на отчетно-выборном собрании. Но я также замечу, что в ГМПР отчетно-выборные собрания проводятся раз в пять лет. Да, Александр Владимирович, да. И в связи с этим мы сейчас дожидаемся срока переизбирания. Также я знаю, что если мы наберем в нашем цехе более 50 человек, кто выступает за внеплановое отчетно-выборное собрание, мы его можем провести. Но в данный момент оно не нужно. Почему? Потому что 50 на 50 у нас идет. 50% молодежи и 50% так скажем стариков, которые именно вот с этой с этим профсоюзным цеховым комитетом в более-менее хороших отношениях находятся. Так что будем дожидаться августа 21 года и переизбирать. Когда старики вымрут, да? Ну, Василий Иванович, я бы так не стал говорить. 15-й пункт обучения профсоюзных активов и членов профсоюза. Проводим обучение? Проводим. Семинары в Москве и в регионах проводим? Проводим. Также все это дело выполняется. 16-й пункт пропаганда профсоюзной деятельности в целях повышения имиджа профсоюза. Также все это делаем. Все наши действия соответствуют Уставу Горно-Матологического профсоюза России. И вот, товарищи, про делегирование на РКР. Я это уже озвучил и сегодня тоже хочу сообщить о том, что идем в цеха с бланками делегирования. Вот у Андрея Анатольевича лежит мой бланк. Я хотел бы его продемонстрировать. То есть у нас, если идет речь о пяти рабочих, которые делегируют представители, я считаю, что рабочих должно быть как можно больше. Потому что в момент подписания вот этого документа еще и пропагандируешь именно Российский комитет рабочих. А делаю это так. И также другие ребята. Приходим, говорим, Валентин Владимирович, разрешите, пожалуйста, на Российском комитете рабочих представлять ваши интересы. А Валентин Владимирович задает вопрос, а как же наш председатель цехового комитета? Я говорю, а он не едет. Значит, интереса не будет представлять. И вот опять же продвигаем РКР таким образом. Для чего мы сейчас все это дело проводим? Конечно, выход на коллективные переговоры сейчас для нас это пока еще далекий путь. Потому что актив основной на заводе не создан. У нас еще не в каждом цехе есть наши ребята из инициативной группы. Но над этим работаем и благодаря опять-таки газетам, в которых мы печатаем свои статьи, статьи находят отклик и люди обращаются в инициативную группу. Она потихонечку растет. Поэтому сейчас наша задача это обеспечить во всех подразделениях один-два человека из инициативной группы, чтобы они вели работу у себя на местах. Замечу, что работа на моем заводе усложнена еще и тем, что не в каждое подразделение есть доступ у меня. Но там, где он есть, мы работу ведем. Да, работа длительная, монотонная, но она продвигается. И хочу заверить всех, кто сейчас таких вот, может быть, не в совсем хорошем настроении на все это смотрит, на тот объем, который нужно делать. Все будет сделано постепенно. И люди найдутся, и даже вот если пока что вы один, обязательно будут. Я тоже когда-то горевал от того, что я один, меня никто не понимает. А сейчас уже есть. И стремятся к нам. Это хорошо. Уважаемые товарищи, еще хотелось бы мне сказать про давление административного ресурса на активистов. Есть опять же такое у нас. Меня уже неоднократно, как человека засветившегося, остальных членов мы, естественно, не светим, меня уже неоднократно пытались очернить. И приписывая к тому, что я работаю на Навального. На кого я там только уже не работаю. Но я езжу на автомобиле 2107 и как-то вот непонятно. Платят мне за это, не платят. А опять же, когда с работниками общаешься, да, кстати, был такой момент. У нас есть молодежный совет на заводе. И я заметил, что многие ребята, с которыми раньше я хорошо общался и в мероприятиях принимали участие, перестали здороваться и как-то вот сторониться меня, когда по улице иду. А выяснилось, то, что правком вот такими действиями своими пытается меня очернить как единственного пока что засветившегося. Но когда начинаю говорить о том, что о чём говорят-то? Ну что конкретно говорят? Да вот то говорят, всё говорят. Ну вот смотри, ну опять же, вот есть устав. В соответствии с уставом делают то, и это, пятое, десятое. Так кто же у нас профсоюз? Эти, кто в правкоме или всё-таки мы? И вот таким образом хочу сказать, что растёт наша группа и думаю, что всё у нас обязательно получится. Спасибо большое. Да. А первичные профсоюзные организации считаются заводские. А всё, что ниже, это составит и личик, и они решают, когда проводить выборы, как, имитируется только вот в самый верх. то есть цех, цехов вы можете перебрать любой день. Каждые пять минут. Это, это ваше дело. Ну опять же, можно отвечу. Вот, поймите, что уставная уставная. Это забот. Вот, вы рассказали, просто, ну это цепевички, а всё остальное это... Я с вами полностью согласен, но всё-таки речь идёт о том, кто будет голосовать. Опять же, приводя даже коллективный договор, общаясь с человеком, вот у нас два коллективных договора, один на основе действующего, второй полностью новый, вот, в основу легли и докеры, и Валентина Владимировича, вот, колдоговор, я тоже оттуда много чего позаимствовал, иду к людям и говорю, вот, смотрите, давайте, вот, ты давай иди, а мы посмотрим. Вот, чтобы такого не было, нам нужно нарабатывать и расширять нашу инициативную группу. И я очень рад тому, что именно молодёжь сейчас туда стремится, потому что молодёжи работать, и много есть ребят, которые действительно душой болеют за завод. И это очень важно. Я желаю, чтобы в ваших трудовых коллективах тоже такие люди появлялись, и инициативная группа переросла в актив, ну а потом, в общем-то, и возглавила профсоюз в главпобеде. что не надо дать 5 лет, а как созреете, так пересдираете. Пока ещё не созрели. Зреем. Спасибо. Но это другой вопрос. Спасибо. Товарищи, с решающим голосом, кто ещё по вопросу хотел бы уйти? Именно по представлению интересов перед работодателя, интересов работников. Практики мало, но можно поделиться, допустим, своими соображениями об услышанном, например, или кто как видит эту работу в дальнейшем. Ведь получается, значит, какая ситуация, что это основной, наверное, документ, который, как мы выражаемся, инструмент, да, ключ к тому, ключ к успеху. То есть, если мы этими вещами, мы будем о них только говорить, и дальше это не будет распространяться, а ведь мы какую цель ставим как профсоюзники? Это в первую очередь улучшить свои условия. Согласно без этого инструмента вряд ли у кого-то что-то получится сделать. И я все-таки надеюсь, что в ближайшем будущем, пусть может быть не на следующее заседание Российского Комитета Рабочих, но в ближайшее заседание все-таки у кого-то вновь появится такой опыт, с которым можно будет выступить, поделиться с нашими товарищами. Опять же, интерес к этой теме может привлечь и других людей. Вы сами заметили, как, значит, открывается какая разница между открытием первому, как мы открывали первый вопрос и второй, да, то есть первый вопрос, его актуальность понятна прям для всех и вся, потому что ну попираются права в этом плане, да, нарушается трудовое законодательство. Вы не думайте, что этот вопрос, он как-то иначе будет обстоять. Стоит этим делом только заняться, начнут всплывать все эти подводные камни и именно это место создано для того, чтобы эти вопросы разрешать, чтобы вместе же легче, чем одиночку. Согласны? Я призываю все-таки к активности. Урясев Александр, может быть несколько сумбурно, может быть несколько сбоку от основной темы о представлении интересов. Да, на этом этапе несомненно представление интересов. Почему? Потому что подавляющее большинство наших коллег на рабочем месте не знают, не верят, боятся в результате пассивной неграмотной. Но это первый этап. Мне кажется, тут надо одновременно с этим думать о втором этапе. Тот, кто проявил хотя бы минимальный интерес, хотя бы минимальную активность должен сразу необходимым образом включаться в обучение. Вот об этом было упомянуто неоднократно, товарищ Иванюк об этом очень хорошо сказал. Еще до этого говорили, что тут же договорились, что к следующему заседанию прочитаем трудовой курс. Прекрасно. только вот этот момент мне кажется, надо более упорно называть как тот, который станет главным завтра. Товарищ Бобинов, мы с ним говорили на эту тему, тоже имеет некоторые мысли по этому поводу. Хорошо, просто об этом надо говорить, что информация о том, как делать, что делать, зачем делать, чего добиваться, на каком этапе. Все это должно выноситься гораздо активнее. Пожалуй, такое дополнение. Потому что в противном случае мы рискуем не завтра, а послезавтра начать превращаться в очередную версию органайзиков. Что вот у нас 30 человек, которые знают много и 30 тысяч, которые не знают ничего и мы их не сподвигли к тому, чтобы знать самим. Вот. Спасибо. Золотов Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, научный консультант Российского комитета рабочих. Уважаем товарищи, вот правильно Вентин Владимирич отметил, что первый вопрос более понятный и очень интересно было слышать опытку разного рода и варианты решения тоже предложены. Второй вопрос менее понятный почему? Потому что о каком представительстве интересов идет речи? Уже вообще говоря предполагается, что это представительство приведения коллективных переговоров. А до этой стадии еще надо дойти. Вот насколько я понял, сегодня из присутствующих у нас два человека имеют такой опыт. Ну, Владимир Михайлович, он эту стадию Кудрявцев я имею ввиду, он в свое время эту стадию не только до него дошел, но и перешагнул. И вот он сейчас имеет такой опыт коллективных переговоров и создание единого представительственного органа. так сказать, пока этот опыт не привел к заключению коллективного договора, который выгоден продовому коллективу. У Владимира Михайловича такое было. И вот не случайно Владимир Владимирович вспоминает про старших товарищей. Ну, о чем мы говорим, что не к тому, что мы все время будем вспоминать. В этом чем сам подчеркивается, что надо вообще говоря превзойти достижения прежнего поколения тех, кто действовал в составе Российского комитета рабочих. Конечно, надо найти новые силы. Происходит смена поколения. Совершенно естественный процесс. Много изменилось ситуации. Там еще была такая ситуация в 90-х годах, когда более советские люди. Там какие-то традиции еще более живых коллективизм, которые и коллективов сейчас коллективы в значительной степени порушены. Поэтому не надо удивляться, что новое поколение пока этих достижений не имеет. и в этом смысле отстают от предыдущего поколения. Ничего страшного, если мы знаем, что пока еще отстаем, поучимся по опыту старших товарищей, не только Владимира Михайловича, но и докеров здесь вспоминали, я об этом еще скажу, и пойдем дальше. Так что вот в чем основная проблема. Значит, по опыту, который здесь звучал, и вот если говорить не о рабочих организациях, которые сейчас на подъеме, профсоюзных организаций медиков, что мы видим, что основная задача представителей, когда мы говорим о формальных представителях, во время вот этой процедуры введения клитивных переговоров, стоит не в том, чтобы сидеть за столом и пытаться убедить противоположную сторону в своей правоте и в принятии клитивного договора. Вот, кстати говоря, никто на этом и не акцентировал внимания. Как вести там переговоры, потому что те, кто уже это попробовал, вести переговоры, понял, что судьба коллективного договора решается вовсе не за переговорным столом. А где она решается? Ну, в коллективе решается. В коллективе решается. И поэтому весь основной смысл работы представителей в рамках коллективных переговоров, представителей трудового коллектива и способность их представлять интересы коллектива зердится в том, что они используют это время для того, чтобы встречаться с работниками, информировать их. Да и что информировать? Ну, он что придет, рассказал, что, знаете, что, он плюет на все наши предложения и тащит свое. Вот, разумеется, не в этом стоит, не только в этом стоит смысл информирования, это, так сказать, некоторая приправа. Для чего? Для основной мысли, что, правильно, Владимир Владимирович сказал, что надо иметь свой коллективный договор, тогда все, вот тогда вы, и Владимир Михайлович подчеркнул, тогда вы будете представлять интересы того коллектива. Вещи они не сформулированы, представлять вы ничего не сможете. И это очень вдогонку будет. Или тогда другая ситуация, о которой говорил Григорий Вячеславович, что мы тогда уж, ну ладно, проехал поезд, заключили, значит, приняли коллективный договор, и тогда мы, сказать, снова, чтобы начать эту процедуру, мы тогда наш проект активного договора, который опоздали выставить, приведение, или которые выкинули, мы сейчас трансформируем в поправки на 200 страниц, и тогда начинаем все сначала, но все равно идем со своим проектом, хотя в такой своеобразный форм. Так вот, приходить нужно в коллектив, чтобы сообщать, что ничего не делается, а с самого начала, и на чем всегда докеры стояли, и на чем Владимир Михайлович стоял, что с самого начала понимаешь, что заключенный будет коллективный договор принят только под угрозой коллективных действий. И весь смысл или главный смысл общения в коллективах вот этих представителей в том, чтобы нанести, что, товарищи, курс, который выбрал профсоюзную организацию на подготовку коллективных действий абсолютно правильный, что, разумеется, работодатели, никакими словами увещевать их нельзя, бесполезно, они свое линии гнут, у них есть свои балда, а вот вы, товарищи, убедились в том, что переговоры ничего не решишь, и давайте-ка вот включайтесь, готовьтесь к этому действию коллективному, и, так сказать, такой настрой, чтобы был. То есть, я думаю, что главный смысл, если и были иллюзии у работников, что можно уговорить работодателя, вот эти иллюзии развеять, информируя о ходе переговоров, и подводить к мысли о том, что только коллективные действия, ну и не только мысли, а говорить, может быть, я уж не знаю, там по тактике надо говорить, что мы будем, когда объявим эти коллективные действия, и так, это уже решит профсоюзный комитет. Вот, собственно, как можно использовать эту процедуру для представительства интересов. То есть, мы не столько представляем перед работодателем свои интересы, сколько перед коллективом, и готовим коллектив к забастовочным действиям. Вся эта процедура, весь основной ее смысл состоит в том, чтобы подвести, значит, была точка кипения, подвести к точке кипения, возмущение, что же такое, мы правильные вещи, они нас игнорируют. То есть, это, наверное, конечно, сложная работа, психологическая и так далее, чтобы показать, что другого выхода нет. Вот, в чем смысл работы в коллективе. И это главный смысл работы представителей. Ну, а как там менять их, не менять, можете менять, потому что, если, скитокеры все время вели переговоры, там и меняли тоже людей три месяца, может, и есть смысл в другую, и следующую отправить. То есть, это, конечно, надо все, как вы правильно говорили, все предоставленные трудному кодексу возможности для этого надо использовать, для того, чтобы готовить коллективные действия. Потому что коллективные действия могут идти очень долго. Так что я понимаю, что и докеры все время вели переговоры. Вот эти полтора года, когда они там мостовали, переговоры тоже там как-то возобновлялись. Вот это очень, очень долгая история. Вот, наверное, главный смысл организации представительства работников. Но, насколько я понимаю, сейчас еще в повестке дня ни одной нашей организации не стоит. Что тогда означает смысл нашего рассказа? Чтобы четко определить перспективу, опираясь на тот опыт. Потому что мы сами себя не успокаивали тем, что мы очень хороших стойких людей переведем, что они сумеют уговорить работодателя, что он подпишет, ничего этого не будет, но будет все наоборот. Все равно все придется к необходимости коллективных действий. Вот эту необходимость надо разъяснить и в соответствии с этим действовать нашей профсоюзной организации. Спасибо. Спасибо. Еще есть выступление, товарищи? После слов Александра Владимировича мне вспомнились еще слова Иосифа Виссарионовича. Про то, что если мы не будем заниматься, то нас сомнут. Вот это ключевое слово. Мы давайте не будем ждать, пока нас начнут мять, а начнем мять сами. Тогда я с вашего позволения зачитаю проект постановления по данному вопросу. Постановление Российского Комитета Рабочих о представительстве интересов работников при ведении коллективных переговоров. Российский Комитет Рабочих отмечает, что в интересах работников обеспечить по-настоящему свое представительство при ведении коллективных переговоров. Для этого необходимо, чтобы профсоюзная организация, действительно представляющая интересы работников, либо включала больше половины работников предприятия, либо получала доверенности, чтобы с учетом членов профорганизации и работников, давшей ей доверенности, за нее было более половины членов коллектива. При таком условии боевая первичная профсоюзная организация получает право выступить с инициативой проведения коллективных переговоров, которые надо использовать при наличии подготовленного ею проекта коллективного договора, предварительно поддержанного большинством работников на собраниях по участкам и подразделениям. Профсоюз должен включить в состав комиссии по ведению коллективных переговоров наиболее стойких и активных рабочих, способных противостоять давлению сторонников работодателя. В соответствии со статьей 39 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан освобождать рабочих членов комиссии от основной работы на 3 месяца с сохранением среднего заработка. Основная задача таких товарищей проведение собраний и встреч с работниками предприятия для информирования о ходе переговоров с тем, чтобы показать необходимость забастовки для заключения коллективного договора, выражающего интересы работников и осуществлять подготовку таких коллективных действий. Выгодный для работников коллективный договор заключается в результате организованным профсоюзом забастовочной борьбы. Вот такой проект постановления предлагается принять за основу. Также будет время, чтобы его проработать, доработать. Еще раз повторю, что редакционная комиссия в лице докладчиков и научных консультантов РКР ждет ваших предложений. Кто зато, уважаемые товарищи, что данный проект постановления принять за основу. Против. воздержавшуюся принято. Председатель мандатной комиссии с докладом. Уважаемые товарищи, сегодня на нашем заседании присутствует делегатов с решающим голосом 13 человек. Делегатов с совещательным голосом 10 человек и приглашенных 9 9 человек. Представлены города Ульяновск, Нижний Новгород, среди приглашенных Ижевск, Москва, Санкт-Петербург. Представлены также среди делегатов с решающим голосом Самара, Пермь, Саров, Электросталь и Московская область, город Королев. Среди делегатов с совещательным голосом Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Всеволож. Москва, Ульяновск, Москва, Севолож, Санкт-Петербург. Вот такая вот у нас география товарища. Спасибо. Есть предложение отчет мандат и комиссии утвердить. Кто за то, прошу голосовать. За, против, воздержавшихся нет. Спасибо. За годы вставайте, шеренки сметайте, на битву шагайте, 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 проперьте прицел, заряжайте ручья, на бой пролетарий за деда стоят, на бой пролетарий за деда за деда